В Перми автобус съехал в Кювет, пострадали 10 человек. Обвиняемого по делу об обрушении УДК Солдатова отпустили из СИЗО. И в Прикаме гостит велопутешественник, решивший объехать 30 стран. О самом важном и интересном готовы рассказать и мы. Это новости на ТНТ. Здравствуйте. В студии работает Екатерина Кравцова. И вот главные темы дня. Недетские забавы. В Березняках все чаще подростки фигурируют в полицейских сводках. Своевременное и скорое обращение в полицию. Лучшие из лучших. На втором родоуправлении проходит конкурс профмастерства среди машинистов горных вымаячных машин. У каждой машины свой характер. Битва знатоков. Сегодня финалисты акции «Узнай любимый город» в очном туре выяснили, кто лучше знает Березняки. Березняки неизвестны. Березняки в старине. Ушел и не вернулся. Во время летних каникул дети все чаще сбегают из дома. С начала года так поступили 53 ребенка. Львиная доля побегов пришлась на конец весны и начало лета. Сергей Каленик встретился с психологами и сотрудниками полиции и узнал, как уберечь семью от несчастья. Сбежавшие дети предоставлены сами себе. Беспризорникам приходится воровать продукты из магазинов, ночевать на чердаках, в подъездах. Места, куда бегунков загоняет жажда приключений и попытка укрыться, нередко становятся причиной беды. Крыши, прогнившие полы, перила, опасность на каждом шагу. Дети просто ищут какие-то приключения себе. Лето, тепло. Родители все равно работают, а у них отпуск, у них каникулы. Психолог Валерия Манжай считает, чаще всего убегают дети в возрасте 10-12 лет. Школьникам постарше нужна свобода, приключения. Мотивов уйти много. В основном проблемы в семье. Гиперопека или отсутствие внимания. Много свободного времени, ссоры и непонимания. Ах, вы со мной так, я вас накажу. Я вот уйду и вы попереживаете. Чаще всего бывают такие предпосылки, что дети как-то это показывают родителям, что это произойдет. То есть они им проговаривают, что вот, как вы со мной поступаете, я вам отомщу. Гуляк стоит припугнуть. Мол, о побеге узнают в школе и полиции. Люди в погонах, в свою очередь, могут привлечь родителей к административной ответственности. За неисполнение родительских обязанностей грозит арест до пяти суток. Некоторые родители думают, ничего страшного, погуляет да придет. Да, такое часто бывает, но лучше начинать поиски сразу. Самое главное – это своевременное и скорое обращение в полицию. Не надо ждать. Бутует мнение, что каких-то трое суток надо выжидать. Не надо ничего выжидать. Желательно, чтобы была фотография любая. Лишь после обращения в полицию можно размещать информацию в соцсетях. Но, как показывает практика, все происходит наоборот. К слову, не все дети пропадают по собственному желанию. Бывают случаи, когда дошколята, заигравшись, терялись на улице или, что хуже, в лесу. Объясните ребенку. Он должен немедленно остановиться и позвать на помощь. Малыш должен знать фамилию, имя, отчество и свой адрес. Ваш ребенок еще не может назвать свой адрес. Не беда. Положите в его карман визитку или же записку с вашими контактами. И расскажите, что делать в случае беды. В эпоху современных гаджетов существуют часы с GPS. По ним вы в любой момент можете узнать, где ваш ребенок и даже сможете ему позвонить. Игрушка дорогая, но она того стоит. А лучше не допускать этого. Уделяйте больше внимания своим детям. Маленьким читайте инструкции, как себя вести. С подростками общайтесь на откровенные темы. Будьте для них в первую очередь другом. Сергей Калиник, Степан Никрасов. Новости на ТНТ. Жители Прикамья могут предъявить претензии медикам в режиме онлайн. На сайте Краевого министерства здравоохранения появился сервис, при помощи которого пациенты могут не только пожаловаться на врачей, но и дать советы по улучшению их работы. Свою оценку открытости и доступности информации в больницах и поликлиниках, комфортности условий, времени ожидания приема, вежливости и компетентности медработников можно дать, перейдя по ссылке «Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями». Отмечу, мониторинг проводится в отношении как госучреждений, так и частных медицинских организаций, оказывающих бесплатную медпомощь в рамках госгарантий. К другим темам. Работа не для слабых. Приближается День шахтера, и по этому случаю в компании «Уралкали» проходит конкурс профессионального мастерства «Лучшее звено по комбайновым комплексам». В этом испытании участвуют машинисты горных выемочных машин. На глубине 400 метров побывала Евгения Кокшарова. Машинист комбайна Вячеслав Лучников – один из самых опытных участников. В шахте почти три десятилетия. Однако сегодня даже ему пришлось поволноваться. У каждой машины свой характер, поэтому это же не за одно-два БП приходит, а все равно как-то уже со временем. Задача каждого машиниста, так сказать, нарубить руды на один самоходный вагон. Сейчас мы видим, как комбайн «Урал-20Р» загружает добытую руду в самоходный вагон «СВ-30». Этот вагон вмещает в себя 30 тонн, и колечники говорят, что в среднем за смену машинист ГВМ отгружает 30 таких вагонов. За точность погрузки и выгрузки отвечает машинист самоходного вагона. В проходческом звене он словно второй пилот. Безопасное выполнение работ, обычная помощь, своему комбайнеру где-то подсказать, человек не все может заметить вовремя. Так и работаем, связкой. Взаимопонимание в связке, конечно, это главное. А вот эту пару, которая готовится к прохождению, связывает больше, чем трудовая дружба. Николай и Дмитрий Хохлушины – отец и сын. Конечно, вывезло. Вот и хорошо трудился. Он понимает уже больше меня, например, чем чужой человек. Правильно? А вам, вы дома обсуждаете вообще работу с отцом? Дома, в выходной. Работа на работе. За каждым шагом следит беспристрастное жюри. Учитывается все от соблюдений правил техники безопасности до тонкостей проходки. Требования высокие. Заявляются люди, у которых есть желание поучаствовать, показать себя в профмастерстве. То есть, каких результатов они достигли в своей работе по сравнению с другими. Кстати, победители этого трудового состязания получат весомую материальную премию. Также в качестве поощрения отправятся отдыхать в Геленджик. Неплохой бонус. Станет ли лучшим проходческое звено самого опытного комбайнера Вячеслава Лучникова? Или, может быть, победит семейная династия Хохлушиных? Итоги конкурса объявят на праздновании Дня шахтера. Евгения Кокшарова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Продолжу выпуск. Пермские школьники устремились ввысь. В Перми прошла Всероссийская научно-техническая олимпиада по авиамоделированию. При непростых погодных условиях ребята показали все, на что способны. С будущими инженерами крылатых машин познакомилась съемочная группа телекомпании «Рифей». 75 школьников от 10 до 17 лет из 12 регионов России приняли участие во Всероссийской научно-технической олимпиаде по авиамоделированию. Судьи оценивали взлет, модели, набор высоты, реализм полета, спуск, приземление, время в полете. Ребята молодцы. Теорию знают и применяют на практике. Просто я даже удивляюсь. Очень сложные погодные условия у нас были. Вы сами понимаете. Дождь, ветер. Все они боролись до конца. 11-летний Миша Жужгов во всероссийских соревнованиях по авиамоделированию участвует второй раз. В этом году он завоевал полный комплект наград золота, серебро и бронзу в разных номинациях за модели электролётов и планеров. Миша в школе учится на 4,5 и в этом ему помогает авиамодельный спорт. Развиваются уроки и понимаешь, что делаешь. Пермский край в третий раз проводит олимпиаду и первенство под эгидой Краевого министерства образования и науки. Мне кажется, интереснее этого ничего нет. Вы такие молодцы, что во всём этом принимаете участие. Вы те, на кого мы смотрим за гордостью и с надеждой. Именно от вас зависит будущее нашей страны. Наша глава региона, Василь Геннадьевич Решетников, поставила нам задачу номер один – развивать техническое творчество. И мы это будем делать с серией силами. В общекомандном зачёте наша команда заняла второе место в старшей возрастной группе первое. Подобные фестивали кузницы кадров для нашей промышленности. Важно, что все эти активности, которыми вы занимаетесь, имеют реальную потребность в экономике. Почему? Потому что в основе лежит интерес и инициатива конкретных предприятий, конкретных работодателей. Тренеры советуют ребятам, которые выбирают кружки на следующий учебный год, заняться авиамоделированием. Это первый шаг к будущей профессии инженера или авиастроителя. В этом году более 8 миллионов рублей потратят на городской парк. В планах чиновников заменить ограждение главной зоны отдыха. И это ещё не все изменения. Развлечений в парке станет больше. Список аттракционов пополнится двумя новыми. Какими именно, пока держится в секрете. Нам лишь удалось узнать, что один из них – всесезонная суперсовременная горка. А мы решили спросить у березняковцев, чего именно, по их мнению, не хватает в городском парке для полного счастья. Я думаю, не хватает аттракционов более для старшего поколения. То есть для ребят, подростков, которые постарше. Конечно, есть лазербол, но думаю, что были бы лучше, если были бы какие-то аттракционы поинтереснее. Ну, я не знаю, меня в принципе всё устраивает. Детям нравится. Наверное, чтобы было более красочно, чтобы детей больше заинтересовать. Мало аттракционов. Для взрослых детских в основном аттракционов. Ну, не знаю, каких-то мероприятий хотя бы каждые выходные, чтобы детям было побольше развлечений. А вот здесь, помните, прошлый год были, вот, как говорится... По воде шары плавали. По воде шары плавали с детьми. А нынче почему-то нет. Ага, надо добавить. И главное, здесь были, и здесь. И дети очень хорошо занимались. Радостные такие, всё были, всё нормально. У меня, да? Я бы хотела, чтобы тир был побольше. Ну, конечно, современных не хватает. Каких-то конструкций современных. Может, какие-то есть более современные аттракционы. Мало стеклостроение было доброе. Оказалось, что нововведение исполнит мечты многих гостей городского парка. Будем ждать. Битва Титанов. Сегодня мы узнали имя победителя нашего конкурса «Узна любимый город». В течение месяца мы показывали фрагменты фотографий городских достопримечательностей, а вы угадывали, что изображено на снимке. Определить победителя нам удалось не сразу. Сразу два абонента набрали баллов поровну. И кто же из них лучше знает город, определили сотрудники историко-художественного музея. Как знатоки вели следствие по Березнякам неизвестным, смотрите далее. Добрый день, уважаемые участники конкурса. Наши победители. Сегодня у нас их двое. Мы хотим вас поздравить. Все-таки вы лучше всех знаете город. И вот, наконец, мы узнали героев в лицо. Знакомьтесь, это Алексей Горшенин, чей номер заканчивается на 0330. И Андрей Пономарев. Последние цифры его телефона – 5447. А финальные вопросы сегодня им подготовила фея истории, старший научный сотрудник Березняковского музея Ольга Варнакова. И теперь участники должны угадать город по фото из прошлого. Итак, вопрос. Вопрос номер один. Где размещалась эта скульптурная группа? На мой взгляд, размещалась на площади Ленина, где сейчас ДК Ленина, рядышком где-то. Так, неверный. А мне кажется, в районе, ну как бы, по-советскому, где почта, по штампам. Нет, неверный. Никто не угадал. Эта скульптурная группа в честь советской науки и космоса стояла рядом со сквером первостроителей. И, внимание, следующий вопрос. Где размещался данный стенд, посвященный соревнованию городов? Ну, там написано Березнякис или Камск. Над одним из самых сложных вопросов наши молодцы думали долго. Но Андрей оказался наблюдательнее. Это главная площадь города, походу. Потому что... Совершенно верно. Советский проспект. Советский проспект. Однако соперник Андрея Алексей тоже не отставал. На этом постаменте у здания школы находился памятник всемирно известному человеку. Кто этот человек? Я учился. Юрий Алексей Гагарин. Совершенно верно. Оба соперника достойно сражались за главный приз. 15 тысяч рублей на покупку ювелирных украшений. Но золото досталось сильнейшему счет 6-5. И победитель нашего конкурса Андрей Пономарев, которого мы знаем по последним цифрам телефонного номера. 54-47. Спасибо большое за приятно проведенный конкурс. Иногда даже пересматривали в перемотке эфир, чтобы ответить. Бывало, что нужно было срочно прыгнуть в машину, добраться до определенного места, сравнить картинку с фотографией задания и уже написать ответ. Но наш серебряный призер Алексей Горошенин не уйдет домой с пустыми руками. И ему достается приз, о котором мы не говорили. Сертификат на покупку ювелирных изделий на 5 тысяч рублей. Нормально. Второе место. Победитель тоже. Мы также участвовали. Пытался, пытался, но маленько не дотянул. Вопросы были для меня, по крайней мере, очень сложные некоторые. Березняки неизвестные, березняки в старинях, как говорится. А увидеть березняки с другого ракурса позволил канал ТНТ «Березняки» и городской музей. На протяжении больше чем месяца хранители истории помогали нашей команде осуществить свою идею. Мне показалось очень интересно само проведение этого мероприятия и вопросы. А самое главное, что в это мероприятие была вовлечена молодежь. И им было интересно. И мы обещаем, впереди будет еще интереснее. Следите за нашими выпусками. Отрудились над акцией «Узнай любимый город» Евгения Кокшарова, Степан Некрасов и весь коллектив программы «Новости на ТНТ». Сегодня для двух лидеров нашего конкурса был напряженный день. Пока победители сражались за главные призы, двери нашей редакции распахнулись для пятерки финалистов. Этим участникам не хватило всего пары баллов, чтобы войти в число лидеров. Сегодня уже два телезрителя получили поощрительные призы, сертификаты на ужин в ресторане. Всего один балл победителям конкурса уступил Андрей Коновалов. Финалист ответил на 21 вопрос. Первое задание пропустил, решил посмотреть, что будет завтра. А вот на второй день акции «Узнай любимый город» не удержался, а там, как говорится, понеслось. Ответ за ответом и так каждый день на протяжении месяца. Андрей ждал программу «Новости на ТНТ», чтобы услышать новый вопрос. Вопросы были сложные и были. Есть где порыться, подумать и вспоминать город, где раньше гуляли, ходили и тому подобное. Но в основном город можно было по сложнее порыться, поискать. В пятерке финалистов оказалась и Елена. Она набрала 18 баллов. Сегодня получила заслуженный сертификат на ужин в ресторане. Ответы на задания, похожие фрагменты городских достопримечательностей, женщина искала в книгах о Березниках. Советовались, во-первых, с семьей. Во-вторых, у меня есть несколько книг о Березниках. Пыталась их перелистать. Например, вот про МЖК. Очень был сложный вопрос для всех. Но у меня была фотография в книге про Березники. И вот с помощью нее я смогла ответить на этот вопрос. А мы еще раз поздравляем всех победителей и финалистов и обещаем еще не раз порадовать вас новыми интересными акциями в рамках новостей. Екатерина Федорова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. А я напоминаю, что вы можете стать соавторами нашей программы. Увидели что-то необычное и интересное? Берите камеру мобильного телефона и снимайте. Мы ждем ваши видео и сообщения на электронную почту tnt.newssobacamile.ru или звоните по телефону 43 17 11. Автор лучшего ролика недели получит в подарок сертификат на ужин в ресторане номиналом 1000 рублей. И это были главные новости города. Впереди прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и только хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова